Станица Анапская. Девять часов вечера. Кто-то отдыхает и смотрит дома телевизор, а кто-то только возвращается с работы. На зимы Ариф в Анапу приехали на заработки. Аузбекистан приехал на работу. Мы работаем на частный участок. Документы в порядке, регистрация на месте. Даже квитанция об оплате госпошлины с собой. Следующий вопрос сотрудников – где проживают иностранные работники. Ребята проводят комиссию к дому, где снимают комнату. Они у меня живут, занимаются, работают по патенту. А у меня проживают здесь занятия. Ну и я получаю какого-то материального. Вчера только зарегистрировал, показывают квитанции. В общем, никаких нарушений никогда не допускаем. И живут с квартирантами дружно. Парни помогают хозяевам по дому, обрабатывают огород. Я разрешил они себе этот садик, огородик, кинза, там петрушечка, помидорчики, огурчики. Анатолий Григорьевич в своих квартирантах уверен. Все время на виду. Ребята положительные и знакомы не один год. Никаких драк, никаких конфликтов. Они так отработали, пришли, покушали и телевизор посмотрели и спать. Они живут у меня не вчера, не сегодня. По три года уже живут. За это время парни из Узбекистана успели подружиться с хозяевами и подучить русский язык. Другая иностранная пара по-русски не понимают или делают вид, что не понимают. Документов с собой нет, зато в пакете зубная щетка и полотенце. Специалисты говорят, работодатели дают нелегалам установки, что кому говорить и где скрываться. Проводят спецкурс для иностранцев в России. В отделении ребята разговорились, но выяснить, что к чему, так и не удалось. Как в плохой шутке. Дело ясное, что дело темное. Вы забрали все вещи, а документы там оставили? Нет. А как-то? Да. Но вы вещи все с собой носите, а документы с собой не носите? Срочно, в случае, но у меня это там осталось. Как переезжают и куда молодые люди так и не смогли ответить. В связи с большим количеством грабежей, изнасилований, разбоев, совершенными гражданами со стран Средней Азии, мы проводим очередной рейд в городе Кожито-Анапа, а также Станица-Благовещенской, поселок Витязева, Станица-Анапской. На фразу «предъявите документы» мигранты реагируют по-разному. Зарегистрированные спокойные нелегалы пытаются убежать и спрятаться от проверяющих, но далеко убежать от представителей закона и власти не получается. Специалисты проводят рейды каждый день, проверяют стройки и общежития. В составе комиссии работают сотрудники полиции, специалисты миграционной службы, анапские казаки, участковые и представители администрации.